Джену Марблз отменили и изгнали с YouTube. Так было с Харви Вайнштейном после движения METOO в 2017 году. Он не только потерял карьеру, но и был приговорен судом к реальному сроку. Так лишился карьеры Кевин Спейси, обвиняемый в харассме. Эр Келли, которому предъявляли более 10 обвинений, в том числе и расплений несовершеннолетних. Как же в такой список попала смешная добродушная Джена Марблз? А Кевин Харт, Тейлор Свифт? Это все Cancel Culture. Почему всех этих людей отменили? Ответы вопросом, вопросы ответом. Вопросы вращают эту планету. Cancel Culture пока непривычный для России термин, который дословно переводится как культура отмены. Смысл культуры отмены в бойкоте знаменитостей, которые допустили сексистские, гомофобные или российские высказывания. Они, по мнению общества, должны быть отменены, буквально стерты из медиапространства. Отменяют знаменитости довольно хаотично. Заказчиков у этого явления не бывает. Это естественный отклик общества на действия публичных людей в сети. Как же это работает? Многие могли слышать термин Cancel Culture совсем недавно в связи со скандалом вокруг YouTube-блогера Джены Мармлс. Интернет-пользователи припомнили ей старое видео, в котором она пародирует Никки Минаж и обвинили в блэкфейсе. Блэкфейс – это театральный грим, который наносили белые актеры, изображая чернокожих людей. В основном он использовался в США, но некоторое распространение получил и в Великобритании. Карикатуры на черных людей в исполнении белых породили огромное количество унизительных стереотипов об афроамериканцах. В наши дни в Штатах использование блэкфейса считается проявлением расизма. Джена Мармлс принесла извинения за ролик с пародией на Никки Минаж и заявила, что больше не будет снимать видео для своего канала. Так звезда YouTube была отменена. Так работает Cancel Culture. Тренд культуры отмены – один из самых спорных в последние годы, особенно на Западе. Чаще всего пользователи объявляют бойкот или начинают травить провинившуюся знаменитость в Твиттере. Совсем недавно, например, пользователи Твиттера обвинили писательницу Джоан Роулинг в трансфобии. Но пока что, к счастью, книги о Гарри Поттере за обвиние предавать не собираются. Почему же культура отмены вызывает столько вопросов? Изначальная цель культуры отмены – противостояние расизму, сексизму, ксенофобии и прочим формам дискриминации. Но есть одна проблема. Беспощадность этой общественной машины – справедливость. Общество не дает никому права на ошибку. Шутки и слова, произнесенные годы, а то и десятилетия назад, становятся причиной травли знаменитостей в наши дни. Справедливо ли рушить всю карьеру человека из-за давних ошибок? Этот вопрос поднимали неоднократно и журналисты, и блогеры, и сами знаменитости, на которых был обращен гнев интернет-пользователей. Иногда пользователи занимают чью-то сторону в конфликте звезд. Так, в 2016 году чуть не отменили певицу Тейлор Свифт из-за ее конфликта с Каней Вестом по поводу текста его песни «Фэймос». Тейлор Свифт оскорбила одна строчка в ее адрес, что возмутило фанатов Каней Веста, мол, ничего такого не имелось в виду и нечего обижаться. Супруга Каней, Ким Кардашьян, написала возмущенный твит с эмоди змеи, обозначавшую «Свифт». Твит завирусился, а эмоди со змеей стали использовать для травли «Свифт», которую пытались отменить в рамках «Cancel Culture». Затравленная Тейлор Свифт удалила все записи из Инстаграма, но позже, впрочем, сняла мощный клип, который побил YouTube-рекорды по просмотрам в 2017 году. Там и змеи, и завуалированное обвинение Каней Веста во лжи, и прочие ответочки. Ну и просто эффектно и красиво. Иногда знаменитости осуждают даже из-за нарядов и стилей. Так некоторые пользователи Твиттера порицали Кэти Перри за апроприацию японской и афроамериканской культуры. Когда певица надела кимоно на American Music Awards 2013 года, и когда она заплела африканские косички в клипе «This is how we do». Один из самых ярких примеров «Cancel Culture» в США — скандал вокруг актера Кевина Харта, который должен был ввести премию «Оскар» в 2019 году. Когда Киноакадемия объявила, что ввести премию «Оскар» в 2019 году будет «Харт», пользователи Твиттера стали репостить старые, откровенно гомофобные твиты актера. Напомнили, что он так и не извинился за свои слова и поэтому не должен ввести премию. Компания против «Харта» была настолько масштабна, что Киноакадемия выдвинула перед ним ультиматум. Или он приносит свои публичные извинения за те твиты, или ему отказывают в проведении «Оскара». К удивлению многих, «Харт» отказался извиняться за те конкретные твиты, сказал, что за последние годы уже много раз говорил на эту тему, в той или иной форме приносил свои извинения ЛГБТ-сообществу и что не должен этого делать раз за разом, снова и снова. «Харт» отказался ввести «Оскар», но эту историю еще очень долго обсуждали во всех крупных ток-шоу и соцсетях. Многие знаменитости оказывались в положении, когда общество порицало и осуждало их слова и поступки. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Неосторожное высказывание из прошлого может нанести серьезный урон репутации и карьере любого человека по прошествии нескольких лет и даже десятилетий. «Ответы вопросам, вопросы ответам» «Вопросы вращают эту планету» «Ответы вопросам», «Самын!»